Ань, добрый вечер. Здравствуйте. Судя по последним стартам того сезона, судя по тому, что ты уже участвовала летом в шоу в Японии, проблемы с болячками, можно сказать, позади, так? Да, больше не осталось никаких последствий травмы, никаких болей, поэтому я спокойно, в полную силу тренируюсь, стартую. А что было в двух словах, можешь рассказать? Летом на сборах в Новогорске я упала с каскада и сломала ногу, поэтому какое-то время был период восстановления, было тяжелее тренироваться и исполнять прыжки. Кто помогал тебе во время восстановления? Я так понимаю, что это был не один день. Кто-то тебя поддерживал, помогал. Да, меня поддерживала вся моя семья. Тренеры ко мне также приезжал Даниил Маркович. Он очень поддержал, это очень помогло. Также из федерации мне звонили, узнавали, как я. Это очень приятно было. То есть не чувствовала, что ты одна со своей бедой? Да, не было такого ощущения. Скажи, пожалуйста, про новые программы можешь рассказать, кто ставил, когда начали ставить? У меня две новые программы. Их поставил Даниил Маркович и Тария Георгиевна. Произвольную программу мне начали ставить почти в начале сборов, то есть в середине июня. А короткую программу поставили после того, как я приехала с шоу в Японии. Шоу-то понравилось? Очень понравилось. Это были абсолютно новые для меня эмоции. Это был мой первый раз в Японии. Мне очень понравилась там и атмосфера, и люди. Все было очень доброжелательно. И катать программу было там очень приятно. Все поддерживали. Что запомнилось больше всего? Может быть, встречи с каким-нибудь спортсменом, с фигуристом? Или вообще какой-то случай, когда там же фанаты дарят очень много подарков, специально шьют какие-то игрушки, не знаю, там вышивают или что-то делать своими руками? Да, после шоу там вручали подарки. Очень приятно было их разбирать. Там было много теплых пожеланий, писем, которые я все прочитала. И очень много добрых слов было. Также мне подарили салфетницу-игрушку, как мой новый талисман Мишка. Ну, теперь у вас у всех будут салфетницы из Японии, у всей группы, у всех девочек. Ну, приятно. Также очень понравилось. Встретила много знаменитых фигуристов, с которыми, возможно, очень давно хотелось увидеться, так как до этого никогда вживую не видела. Как общались? Они свысока смотрели? Нет, все очень открытые, доброжелательные. Наоборот, даже немного удивляло то, что я, допустим, просто смогу сидеть, а все спрашивают, как дела, как день прошел, как вечер, там, что нового. Так что очень доброжелательная атмосфера была. Приятно было, наверное, выступать, да, кататься, когда так поддерживают, и спортсмены такие. Очень приятно было катать. Публика поддерживала, все ребята поддерживали, и обстановка была не как там на соревнованиях, что вот надо показать там. Нет, все было очень спокойно. Сразу почувствовать себя своей, да, в этой компании? Здорово. Скажи, пожалуйста, почему в свое время ты выбрала именно фигурное катание? Или не выбирала, привели, сказали, для здоровья надо, будешь тренироваться? У меня на фигурном катании начала заниматься старшая сестра, поэтому родители тоже мне отдали фигурное катание. Просто отдали, чтобы ты была в пределе? Вместе с сестрой, да, тоже занималась. Занимал, занималась, и? Пошли результаты, мне очень нравилось заниматься, очень нравилось кататься, я получала удовольствие от каждой тренировки. И пошел результат, начали получаться какие-то прыжки, от этого еще больше появлялось желание учиться чему-то новому. А у кого начинала ты? Начинала я на том же катке, хрустальном, с самого детства, с самой первой тренировки, у Оксаны Михайловны Балычевой и Юлии Александровны Красинской. И что для тебя сейчас фигурное катание? Что это твоя работа, твое увлечение или что? Это как образ жизни, это то, что мы делаем постоянно. Без него нельзя представить свою жизнь. То есть каждый день связан с этим видом спорта, с фигурным катанием. Так что нельзя представить, что бы было, если бы я не каталась. И поэтому даже в самые такие тяжелые моменты, я так понимаю, мысли о том, чтобы что-то изменить, бросить, уйти, не возникало? Нет, никогда не возникало такой мысли, даже в момент травмы. Тем более, что очень помогало, что меня всегда поддерживали. И всегда, то есть никогда не возникало мысли, что это мне не надо, что я там не нужна. То есть никогда. Есть у тебя какой-то девиз, может быть, по жизни? Или какая-нибудь фраза? Или что-то такое, когда тебе тяжело, ты вспоминаешь, думаешь, нет, все-таки надо перебороть себя? Прямо какого-то конкретного девиза или фразы нет. Просто я люблю свое дело и занимаюсь им. Спасибо тебе, Аня, и желаю, чтобы у тебя все получалось. Спасибо большое.